Приветствую! В этом видео мы поговорим о том, как обжаловать решение ВЛК, какие есть этапы обжалования постанов ВЛК. Но самое главное и необходимое условие для обжалования решения ВЛК, это понимание того, какая же процедура ВЛК, подготовка к прохождению ВЛК. Об этом мы сейчас не будем говорить, я сделал об этом отдельное видео, ссылочка на него будет в описании к данному ролику. И я вас очень прошу, если вы действительно настроены на обжалование решения ВЛК, если вы серьезно настроены на подготовку к прохождению ВЛК, обязательно посмотрите данный ролик. Ну а здесь мы говорим о том, как обжаловать постанову ВЛК. Каким образом можно это сделать? Есть несколько уровней обжалования. Первый уровень это ВЛК региона, то есть это по сути областная ВЛК, обратиться к которой можно через областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Соответственно, чтобы обжаловать решение ВЛК, вы сначала должны составить жалобу, в которой указать на то, какие были нарушения порядка прохождения ВЛК. Например, у вас не взяли какие-то анализы, не приняли ваши документы, не учли ваши диагнозы. Также вы должны указать, что с таким диагнозом, согласно приказа 402, например, у вас полагается ограниченная пригодность к службе в армии, а вас признали пригодным. И это тоже нужно указать в заявлении. Естественно, к заявлению мы должны приложить все-все-все медицинские документы, которые подтверждают наличие у нас тех-либо иных диагнозов. Подать можно эту жалобу как собственноручно, так и по почте. Но если вы отправляете по почте, то рекомендуется оформлять это ценным письмом с описью вложения. Если вы приходите в областной военкомат самостоятельно, то вы должны жалобу написать в двух экземплярах. Можно ее отксерить. И чтобы на втором экземпляре они поставили отметку о том, что данная жалоба принята. Если же вас решение ВЛК региона не удовлетворит, то вы можете обжаловать в ЦВЛК. Это Центральная висково-ликорская комиссия. Соответственно, туда можно также подавать заявление как по почте, так и собственноручно. Но, наверное, удобнее будет сделать это по почте. Точно так же мы в своем заявлении должны описать, какие процедурные нарушения были и какие нарушения по сути. То есть, какие диагнозы не учли, какие документы не учли. Возможно, отказались принять ваши документы. Либо что-то подобное. Вот все-все-все нужно указывать. Если же ЦВЛК также не удовлетворит вас, то, безусловно, вы можете обжаловать данную постанову, данное решение ЦВЛК уже непосредственно в суд. Почему не стоит идти сразу в суд? Да, вот вы можете сказать, так давай же сразу в суд. Потому что суд не рассматривает все вопросы, связанные с ЦВЛК. Суд рассматривает только нарушения процедурные, а решения по сути, годен человек или негоден, суд не принимает. Но об этом свидетельствует судебная практика. То есть, это не просто мое какое-то решение, мое видение ситуации. Это судебная практика. И поскольку нарушения могут быть не только процедурные, а и по сути, то есть у вас есть какой-то диагноз, а ВЛК не учло его, да? То вот здесь как раз нужно с этой проблемой в первую очередь обращаться к ВЛК-региону или ЦВЛК. И еще раз хочу вернуться к немаловажному вопросу. Самое главное это подготовка к обжалованию. Вы должны понимать, что ни ЦВЛК, ни ВЛК-регион, ни тем более суд не поверят вашим словам. У вас должны быть доказательства. Если вы говорите, что у вас есть какой-то диагноз, то у вас должно быть как можно больше всевозможных выписок, результатов анализов, обследований каких-то, медицинские заключения. Вот все, что только можно придумать, как подтвердить это заболевание, у вас должно быть. Поверьте, на слова никто в суде воспринимать вашу информацию не будет. И если вы посмотрите судебную практику, например, по вопросам уклонения от мобилизации, там суд всегда акцентирует внимание. И те люди, которые получили реальные приговоры, то в этих приговорах было отдельно отмечено, что человек согласился с решением ВЛК, что он не обжаловал решение ВЛК, что он не подавал никаких подтверждающих документов о том, что у него есть какое-то заболевание. Вот на что обращает внимание суд, на документальное подтверждение. Поэтому позаботьтесь об этом заранее, до того, как вы окажетесь на ВЛК. Многие из вас в предыдущем видео писали, что мол, но это же государству надо обеспечить обороноспособность, государство должно следить за тем, здоровый человек идет в армию или больной. Да, вы абсолютно правы, но к сожалению, на практике мы сталкиваемся с тем, что отдельные личности этим не обеспокоены. И тут ситуация такая складывается, что ты должен брать как бы быка за рога, что называется, да, и доказывать, что у тебя есть какие-то заболевания. А для этого, да, нужно идти самостоятельно до прохождения ВЛК, сдавать анализы, проходить обследование, консультироваться с врачами. И только тогда вы сможете защитить свои права при прохождении ВЛК. Просто на слово, что я очень больной, вам никто не поверит. Вам могут не назначить на ВЛК то обследование, которое вам нужно было бы, да, и которое могло бы подтвердить наличие заболевания. Поэтому, друзья, если хотите защитить свои права, то защищайте их самостоятельно. Государство этого делать не будет. К сожалению, такова реальность. Если вы считаете, что данное видео вам было полезно, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях. На моем канале вы всегда найдете полезные видео о том, как защитить свои права. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.